Приветствую, друзья! Я хочу помочь тем сейчас, кто чувствует себя неважно. Я хочу дать совет. Я хочу подсказать и напомнить, что у нас есть, во-первых, бесплатные ликбезы по 2-3 часа. Они в прелестах на YouTube-канале Метод Ключ Хаса Алиева. И там очень много выходили в Zoom людей, и там я показывал, как снимать страхи, стрессы, как переходить из состояния дискомфортного в состояние комфортное. И по этим советам люди делали, и вы тоже можете смотреть и делать. И есть у нас ещё целебный ролик, который так и называется «Целебный ролик. Помоги себе сам». Там одноминутное ключевое дыхание и волна. Волна, на фоне которого переживаешь, переживаешь всё, что тебе в голову приходит, не прогоняя мысли, а просто переживаешь и раскачиваешься из стороны в сторону, как тебе удобнее. Например, или вот так, как маятник, или по кругу. Ну, это выбираешь себе удобное положение движения и удобный ритм, который помогает тебе переживать. То есть не прогоняйте мысли, а переживайте на фоне колебаний. Но это всё равно как мама ребёнка качает. И когда вы переживаете на фоне колебаний, которые вам удобно делать, да, через некоторое время у вас, может быть, и слёзы пойдут, может быть, зевота пойдёт, может быть, сонливость появится, может быть, тиковые какие-то напряжения, или подёргивания, или дрожания, или плавательные движения, или движения боксёрские, спонтанные появятся, или движения дирижирования. Любые движения, которые появляются, потребность которых возникает, ну, зевота, ещё раз повторюсь, может быть, плакать хочется. Надо всё делать. Побыть ребёнком. Пять минут. Побыть ребёнком. А теперь я вам покажу, как нужно себе помогать в экстренной ситуации. Допустим, у вас давление подскочило. Пока врач едет, пока таблетки выпьете, в момент, когда вы один на один с проблемой, или страх, или тревога, или состояние, когда вы не знаете, как быть, вот всё из рук падает, не знаете, как быть, за что не берётесь, всё падает, в состояние такой невезучести. Ну, как быть, как выйти из этого положения, оно состояние хорошее. Как выйти из этой западни, зацикленности, накручивания. Как выйти? Вот я сейчас показываю. Во-первых, сразу берёте, обжимаете все 10 пальцев. Нажимаете до боли. Нажимаете все 10 пальцев. Называются узелки на память. Потому что, когда вы это делаете, резкие такие нажатия, мозг получает бомбардирование, спазмы снимаются, в клетке мозга пошёл кислород, и вы начинаете чувствовать себя легче. Страх снимается. Потому что узелки на память, это всё равно, как нашатырный спирт. Вот человек падает в обморок, нашатырный спирт дали, и он раз и всликнулся. Вот это узелки на память. Снимает спазмы, улучшает кровообращение мозга. Чтобы ещё больше улучшить своё состояние, вы берёте, кладёте руку на руку, кисть свободная, подбиваете эту руку рукой, тогда кисть свободнее, и начинаете от затылка до плеча, и от затылка до лопатки, искать точки, которые наиболее чувствительные. Вот, и нашёл, и разминаете. И подбиваете, чтобы рука эта не уставала, а чтобы спокойно это могли делать, пальпировать. Но без фанатизма. Спокойно. Таким образом, справа, слева, кому как удобнее, пропальпировали эти участки. 20-30 секунд. 2-3 раза в день. И сейчас. Делайте это. И потом, при страхе, ушки сразу разминаете, или давление подскочило, как я говорил, ушки разминаете, и потом за ушками, мысочек здесь тоже разминаете, 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 и потом центр ладошки, и центр носика. Вот так. Мягенько. Разминайте. Ушки это очень хорошо. Когда ушки разминаете, голова проясняется. Да-да, ушки разминаете. Мягко. Не поломайте себе уши. И так. Всё делаем без фанатизма. Ещё раз. Раскачиваемся. Делаем себе вот эти вот нажатия. Подбивая руку. Видите, какое изобретение отличное. Рука не устает по этому. Вот. Как стойка. Подпорка. И раскачивайте. И переживайте. Представляете, как это здорово. Как это просто и эффективно. И быстро помогает, потому что так мама нас качает. Когда мы были маленькие, она подбирала ритм. Нашего покачивания. И здесь, когда вы переживаете. И раскачиваетесь, как вам удобнее. Тот же самый механизм. Вы переживаете на фоне колебаний. И соединение колебаний с переживаниями даёт взрывной эффект выхода из плохого состояния. Вы начинаете чувствовать себя лучше. В какой-то момент вы начинаете замечать, что уже и эмоций нету, и переживаний нету. Как будто вы лекарства выпили. Да-да. Потому что в этот момент включаются гормоны. Эндорфиноподобные гормоны, которые создают вместо адового состояния, райское состояние. Гормоны пошли, потому что напряжение упало. Сначала появляется ощущение, когда эмоции, мысли не сопровождают. А потом и мысли пропадают. То есть появляется такое ощущение какой-то приятной пустоты в голове. Приятной, глубинной, безмятежности. Такое приятное состояние, когда уже ни о чём думать не хочется. Вот это состояние, когда 15, 20, 30 миллиардов клеточек мозга накапливают запасы вещества питательного. Это всё равно, как вы свой айфон поставили на зарядку. И в этот момент поэтому ни на что не хочется быть задействованным. Хочется вот так восстанавливаться, накапливаться. Ну, накапливается запас питательных веществ. Там кислород пошёл, клеточки мозга. Это такое приятное состояние бездумья, безмолвия. Это такое состояние глубинной тишины. Такое бывает иногда, когда вы гуляете на природе. Или когда вы смотрите на шум, или слышите шум бегущей волны. И смотрите на волну, как течёт река, как плывут облака, как гнутся под ветром деревья. Вот это колебательное состояние, природное состояние. И побудьте так в этом состоянии столько, сколько вам хочется. Если вам хочется плакать, ещё раз повторяюсь, плачьте. Не прогоняйте плохие мысли. Просто делайте то, что вам хочется. Хочется зевать, зевайте, повторяю. Хочется смеяться, смейтесь. Хочется стонать, стоните. Хочется кричать, кричите. Побудьте 5 или 10 минут ребёнком. И получится у вас восстановление. Это мозговой санаторий. Это состояние восстановления, гармонизации. Здесь восстанавливаются не только истощённые и нарушенные функции организма. Здесь уходит психосоматика, уходит самонакручивание, уходит страх, улучшается кровоснабжение мозга и появляется ощущение внутренней лёгкости, внутренней уверенности, что всё будет хорошо. И на самом деле так через это люди выздоравливают. На самом деле так. Я так помогаю многим выходить из ковидного состояния, из осматических приступов, из эпилептических приступов, из судорожных состояний, из всяких дрожательных параличей типа Паркинсона и типа там базедовых и всяких дел, потому что щитовидка начинает лучше работать, начинает лучше работать внутренние органы и системы организма начинают работать слаженно и гармонично и во всём теле, и во всей психике нашей появляется целостность. Духовно-физическая целостность. Когда мы вдруг начинаем вспоминать, что да, ведь такое же у нас было. Например, было в детстве, когда мы были там в нашем детстве, например, на речке были, или на охоте были там с папой, с дедушкой, или в горы ходили, в походы, или там бегали с детишками, с другими, в футбол играли. Вот было такое детство, когда была такая внутренняя естественность. И вспоминается там это детство. И я вам предлагаю, даю вам домашнее задание, совет. Каждый день, в удобное для себя время, одну минуту, пять минут, десять минут, сколько хочется, побудьте на этой восстанавливающей, ключевой волне. Это волна. Ключевая волна, которая снимает лишние напряжения и даёт вам возможность накопить силы и энергию. А в клетках мозга запасы питательства. Это прекрасно. И тогда вы уже начинаете не выживать, а начинаете, будучи восстановленными, созидать. Уже вам хочется и петь, и рисовать, и танцевать. Уже вам хочется делать добрые дела. Уже вам хочется любить всех. Любить весь мир, любить всё человечество. И вы налаживаете личные отношения со своими близкими, с друзьями, с детьми, с родителями. Вы представляете, когда человек восстановлен, а вы начинаете лучше высыпаться. Да, и такое даже бывает, что спите даже меньше, зато качественнее, глубже и приятнее. И вы начинаете замечать, что надо поговорить со своим врачом и посоветоваться. Может быть, и дозу препаратов уменьшить, кто сидит на лекарствах. Обязательно советоваться, потому что если вы сами сбрасываете какие-то лекарства, нельзя так делать. Если вы давно принимаете препараты, нельзя так бросать резко. Там есть определенные схемы. Врач знает, как это делается. Надо с врачом посоветоваться. А если вы не принимаете препараты, будьте свободнее, будьте смелее. Это профилактика от различных психосоматических нарушений и освобождение от них. А самое главное, вы начинаете замечать, что во всех вопросах вы становитесь свободнее, увереннее, смелее. Вы начинаете замечать, что становитесь естественнее. Да. Поэтому пять минут в день хотя бы побудьте, как в детстве. Да, даже, знаете, я вам посоветую. И даже пример проведу, что даже взрослые мужики такие крутые, когда они там температурят или там насморк или что, становятся как дети. Да, я объясню сейчас почему. Потому что мозг переходит на более экономный энергозатратный режим, когда он тратит меньше энергии, ему не надо делать то, что надо делать, как взрослому человеку, а он делает, как маленький ребёнок, он капризничает именно потому, чтобы накопить энергию. Это инстинкт организма, выработанный миллионами эволюции. Поэтому женщины знают, муж, например, такой здоровяк, приболел немножко, становится капризный, как ребёнок. и она ему скажет, умная женщина скажет, ну капризничай, капризничай, выздоравливай быстрее. Да, друзья, поэтому, если вы по пять минут в день хотя бы будете капризничать, становиться как дети, вы экономите энергию. А свободная энергия, которая экономится у вас, она теперь уже не только для выживания, она уже на созидание. Вы уже начинаете творить, создавать что-то полезное, нужное для людей, помогать людям. Вы становитесь добрее. Агрессия снижается. И уходит вот это так называемое, забыл это слово такое, простеркарнация или как она, вот никогда это не запоминаю, вот это слово, которое никогда не могу запомнить. Но неважно. Но вы понимаете, когда вам что-то надо делать, вы все время откладываете, откладываете, откладываете. А вам надо, а не хочется, потому что мозг нуждается в энергии. И всякое дополнительное напряжение тут же вас оттуда выбивает. Вы не можете сосредоточиться на том, что вам нужно, потому что сил не хватает в клеточках мозга. А сейчас вы их накапливаете. И поэтому вы заметите, что вы теперь можете доделать дело, которое бросали, вы сможете приступить к проектам, которые давно вас ждут, вы сможете делать больше, чем раньше. Да, и гораздо легче настраиваться к тому, что вам надо, а не только хочется. Да, друзья, это тренирует силу воли, потому что вы снимаете лишнее напряжение и накапливаете в клеточках мозга запасы питательных веществ. Таким образом, вы меня поняли. Целебный ролик «Помоги себе сам» на YouTube канале. Бесплатные ликбезы по 2-3 часа там у меня на YouTube канале, в прелестах посмотрите на главной странице YouTube у меня. Да, и вот этот сегодняшний ролик завтра посмотрите еще раз и послезавтра посмотрите еще раз и вы начнете в этом ролике видеть многое, что с первого раза может быть и не заметили. И в словах моих услышите и увидите визуально. Даже мои картины увидите прекрасные. Посмотрите какая она со свечой в руке. поэтому давайте зажжем свет ясность у себя в душе и в голове. Снимем лишнее напряжение. Восстановим запас питательных веществ клеточек мозга. И чтобы это все запомнить и сделайте сейчас узелки на память. И поэтому всегда если вам будет в жизни трудно или плохо вспомните это якорь. Нажмите себе на пальчики да где бы вы не сидели в самолете или на стуле на совещании или на экзамене если вдруг какая-то проблема со страхом неуверенности в себе и хочется быстро обрести уверенность и ясность в голове узелки на память. Это очень просто но за этим стоит очень много лет очень много лет и опыта жизни людей людей миллионов людей да и моих исследований многолетних полвека и моих детей Олена и Шейлы психологов да которые много лет этим занимаются с самого детства да и вот пожалуйста посмотрите несколько раз этот ролик и в удобное для себя время утром днем или вечером когда вам удобно хотя бы одну минуту хотя бы пять минут побудьте самим собой потому что счастье это быть собой в этом состоянии восстановления вы становитесь увереннее да друзья это моя помощь ближнему наше трудное время привет вам отташи школы чек будущего homo futurus мне недавно человек один очень важный для меня потому что очень мыслящий человек у которого очень много лекций там сказал интересную вещь он задал мне вопрос а вот люди будущего о котором вы говорите а вообще на самом деле будущие люди они будут такие же как мы или они будут все-таки другие да я думаю что люди будущего будут лучше чем мы здоровее чем мы счастливее чем мы потому что они будут лучше управлять своим состоянием потому что человек может управлять только тем что им осознанно все остальное управлять им а по своей своей природе человек все равно будет лучше потому что в человеке развивается то что востребовано что поощряется например если сегодня начнут востребовать в человеке человечность если будут поощрять добрые дела они начнут расти как грибы после дождя они будут активизироваться потому что в человеке как и на солнце есть черные пятна в человеке есть и отрицательные качества и положительные качества усиливается то что востребуется если вы будете хвалить своих детей за хорошие поступки они будут чаще их делать а если будете ругать только за плохие они становятся плохими друзья давайте будем востребовать от людей хорошее и будем хвалить друг друга за хорошее будем поддерживать этого это и будет активация именно положительных сторон личности у человека это то чем мы занимаемся в нашей школе человек будущего это соответствует русле эволюционного развития человека и вот этот человек который мне задал этот вопрос который мы философски обсуждаем такие вопросы я его очень уважаю и я смотрю его лекции и если вы меня спросите какие книги мне нравятся и какие лекции я иногда смотрю с большим удовольствием и интересом книги мне нравятся например Рэй Брэдбери книги мне нравятся Курта Ванегута очень хорошая книжка колыбель для кошки это что делал в этот вечер человек который когда бомбу бросили им изобретенную на Хиросиму он оказывается сидел как ребенок играл в колыбель для кошки такие ниточки перевязаны вот так вот вы наверное знаете а человек этот который делает прекрасные лекции о Гурджиеве о Фрейде о Юнге обо всех вот этих философах учителях и так далее разные самые лекции его зовут Дмитрий Анатольевич Смыслов я вам рекомендую посмотрите его лекции для участников и слушателей нашей школы человек будущего Homo Futurus будет полезно смотреть именно такие лекции глубокого компетентного специалиста чем всякую ерунду которую в большом количестве пишут в интернете да особенно в эзотерике где смешивают где смешивают очень хорошие вещи наука еще не доказанные и всякую билиберду где все смешивается и очень много людей у них просто мозг плавится а наша школа она занимается тем чтобы люди были разумны Homo Sapiens человек разумный и творческий и поэтому если вы будете по методу ключ подбирать себе приемы которые вам синхронны то есть совпадают с вашим состоянием в моменте у нас у нас много приемов у нас там и хлёст, у нас там и лыжник, у нас там и шалтай-болтай, у нас там и подрагивание, и подёргивание, у нас там и потряхивание и прочее. И когда человек, слушайте внимательно на завершение, перебирает из миллиона возможных действий, от плавательных движений до боксёрских, до фехтовальных или там каких угодно, когда он перебирает из миллиона возможных вариантов действий по 10-15 секунд по критерию индивидуального соответствия, то есть когда он подбирает себе приём синхронный своему текущему состоянию в моменте, то есть когда он перебирает по этому критерию, по критерию естественности, простоты, комфортности, желания продолжить это начатое действие, вот я перечислил признаки, критерия индивидуального подбора приёмов. Из миллиона различных вариантов движений, если он подбирает по 10-15 секунд, как примеряет ботинки в магазине, по этому критерию, ещё раз запомните, просто, комфортно, легко и хочется продолжить. Если по этим критериям человек подбирает себе действия, он создаёт у себя эффект быстрого сброса накопленных напряжений, потому что что может быть проще подбирать то, что тебе просто и приятно. Просто нас этому никогда не учили. И вот когда он подбирает путём перебора по критерию максимального соответствия, то есть простоты, естественности, комфортности и желания продолжать начатое действие, это значит, по критерию действия, которое снимает стресс. И это же самое он делает инстинктивно. Когда он нервничает, когда волнуется, когда переживает, он или застывает, или делает так, или дёргается, или у него тики возникают. Он ещё это делает инстинктивно, только он не знал, только это он называл больными действиями, а на самом деле они в себе содержат и защитную реакцию. Если это сделать осознанно, оно и снимается. Но это я вам потом расскажу, как это болезненные вещи превращать в оздоровительные. Это очень интересно. Так вот сам подбор путём перебора из миллиона различных вариантов движения, оказывается, не только снимает стресс, не только даёт вам восстановление, оказывается, он развивает в вас творческую личность. Это механизм развития творчества в человеке, творческого подхода ко всем вопросам. И поэтому потом, после этих приёмов, после их подбора, который называется синхрогимнастика, подбери ключ к себе, после этого все вопросы, которые у вас возникают в жизни, решаете быстрее, проще и эффективнее. Итак, друзья, я за короткое время компактно вам сказал такие важные вещи, которые вам помогут всю вашу жизнь. Узелки на память, пожалуйста, чтобы всё это запомнили. До встречи. Продолжение следует...